Добрый вечер. Сегодня у нас 42-й по счету урок по книге «Шмот». Входимся мы в недельном разделе «Тро», изучаем «Серета Диброд», «Декаллук». 10 речений, все еще пока что в первом речении, может быть, сегодня пробьемся ко второму. Я, Ашем, твой Бог, который вывел тебя из Египта. В конце прошлого урока я привел вопрос, который задает рабе Авраам и Бенезра в своем комментарии. Можно сказать, довольно непривычный ему комментарий. Бенезра всегда пишет очень лаконичные, краткие комментарии, а тут он дает развернутый эссе. «Спросил меня блаженной памяти Раби Иуда Аливи». Раби Иуда Аливи, автор книги «Кузари», который был другом Ибнезра. «Почему Бог упомянул, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, а не сказал бы, который создал небо и землю, и тебя сотворил?» Вот такой вопрос. Почему визитной карточкой Всевышнего в Синайском откровении было «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». Нужно сказать, что сам Раби Иуда Аливи вставил этот вопрос в уста героя своей книги, хазарского царя Кузари, который беседует с еврейским мудрецом после того, как начало книги «Кузари» широко известно. Хазарский царь, которому все время, его все время преследовал один и тот же сон, во сне ему являлся ангел, который говорил ему, что твои намерения, может быть, и угодны Богу, но уж твои деяния совсем нет. И в конечном итоге понял хазарский царь, что одной веры в Бога ему не хватает, он должен искать истинную, он должен искать правду, должен искать истинную религию. Вот тогда он начал встречаться с представителями известных религий, и говорил он и с христианами, и с мусульманами, и, в общем-то, все не то. В конечном итоге нечего ему делать, он призвал к себе и иудея, еврейского мудреца, и попросил его представить его креду, во что вы, евреи, верите. Тот ответил ему так. «Мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес, который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода через Ярдын, который послал Моше с миссией Торы, продолженный многими пророками, возвещавшими Тору и учившими о вознаграждении, ожидающем тех, кто соблюдает ее, и о каре грозащим тех, кто ее нарушает». «Мы верим во все, что написано в Торе, и это охватывает бесчисленное множество вопросов». Вот это кредов очень коротко, а вопросов 10 миллионов. «Сказал Кузарио, я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом, а унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Ну разве не следовало тебе, евреи, сказать, что ты веришь в Творца и в его провидение, в того, кто сотворил этот мир и поддерживает его существование? Ведь такова же, по идее, вера каждого религиозного человека». Ради нее он стремится к истине. Не понимаю, я пригласил к себе религиозного человека, чтобы он мне сказал суть его религии. И естественно, ожидает, что я верю в Бога, который створил мир. В Творца я веру. А тут он рассказывает мне, что мы верим в кого-то, который какое-то там семейство, какую-то Аиды Жемешпуха вытащил и вывел ее из одной ближневосточной страны и привел в другую страну. По ходу дела их кормил. Очень здорово, очень впечатляюще просто. Не хочется продолжать беседу, на самом деле. Это его слова. Я не собирался спрашивать евреев. Ну, ошибся. Не собирался спрашивать, но ошибся. Теперь понимаешь, ошибся. Думал сначала, нечего с вами говорить-то. Вот тот же самый вопрос, тот же самый вопрос, который приводит и Пенезра от имени Биуда Аливи. Только он привел этот вопрос по отношению к тому, как Всевышний представил себя на горе Синай. А у Раби Уда Аливи, это не Всевышний представляет себя на горе Синай, а еврейский ученый представляет хазарскому царю основы своей веры. Но вопрос тот же самый. Почему такое странное вступление? Почему такое странное представление? Вернемся к Эбнезре. Как он отвечает на этот вопрос? Как я сказал, не свойственно себе, очень пространно. Пишет он так. И вот какой был мой ответ ему. Знай, что у веры людей во Всевышнего бывают разные уровни. Есть разные ступени веры. Все это называется верой в Бога, но если посмотреть разных людей и выяснить, что стоит за этими словами «я верю в Бога», то выясняются ступени совершенно разные. Многие верят своим ушам, тому, что говорят ему повелители. Если товарищ генерал сказал, что крокодилы летают, значит летают. Учитель сказал, начальник сказал, значит так оно и есть. Он в это верит. Вы же их те, кто основывается на словах Торы, которую даровал Бог Муше, но если приходит безбожник, утверждающий, что Бога нет, то они замолкают, не зная, как возразиться. То есть человек, который строит свою веру на том, что сказано в Торе, это уже намного лучше, это уже очень здорово. Может быть для него самого этого вполне достаточно, но проблема, если такой человек столкнется с безбожником. Ибо почему человек верит в то, потому что она дана Богом, стало быть, то, что сказано там, оно истинно, на том и основываемся. А если придут человек, который скажет, что он в Бога не верит, а эту книжку вообще там люди написали, памятник фольклора древнееврейских племен, времен, воссоединение, разделение царства. На этом аргументы закончились. Вторая ступень. Третья ступень. А вот тот, кто постигает науки, позволяющий достичь, поднимаясь со ступени на ступень желаемых в истот, узнает о деяниях Бога, изучая металлы, растения, животных, человеческое тело, всеустроение, анатомию, физиологию, орган за органом. Почему все устроено именно таким образом? Человек видит всюду, везде, в законах природы, которые раскрываются перед ним, он видит потрясающую, колоссальную мудрость. А потом уже дерзнет изучать небесные сферы, поднимется уже к метафизике, перешагнув через порог физической природы и начнет изучать уже метафизику. Научится узнавать, когда бывают солнечные, лунные затмения. И астрологию он сюда же приносит. Все это он познает самым непреложным образом, не отпускающим сомнений. Изучая пути Божьи, исследователь познает Бога, как об этом сказал Муше, научи меня путям своими, я познаю тебя. То есть, на более высокой ступени, чем предыдущие, оба, стоит исследователь. Тот, у которого вера его строится или, по крайней мере, подкрепляется его изысканиями, его исследованиями. Всюду и везде он видит доказательства и подтверждения бытия Божьего. И вот Всевышний в своем первом лечении упомянул «Я, Господь, Бог твой», и это может понять только тот, кто является выдающимся мудрецом. То есть, для выдающегося мудреца, который занимается этим исследованием, для него слова «Я, Господь, Бог твой», они говорят ему все. Ибо они уже опираются на все те исследования и на все это изучение, которое человек прошел. И достаточно для ученого мужа из любого народа лечения «Я, Господь». Но Всевышний все-таки совершал чудеса о происходе из Египта. Вывел евреев оттуда, чтобы быть их Богом. И как сказал он Муше, ну и я здесь выпускаю несколько строк, и в конце он пишет так. И сказал напоследок, об этом же он сказал, узнай же ныне и внедри в свое сердце, что Господь – это Бог, и нет никого иного. И вот он упомянул для сведущего, то есть для человека ученого, стоящего на высшем уровне, он упомянул для него только первые слова «Я, Господь», и этого достаточно. И прибавил, который вывел тебя, чтобы понял, что не только сведущий, но и тот, кто не обладает знанием. Иными словами, для людей, если бы все люди были на высоком уровне исследователей, людей, изучающих науку, имеющих знания, достаточно для того, чтобы обосновать свою веру, имеющих знания по естественным наукам, и знания астрологии, и понимания философии, для него достаточно «Я, Господь». Но поскольку есть люди, которые не на таком уровне, люди простые, для них, надо было сказать, который вывел вас из Египта, поскольку в Египте Всевышний проявил себя через чудеса исхода, которые там происходят из Египта, в дальнейшем в пустыне и так далее. Так ответил Ибнезра своему другу Рабиуда Оливии. Принял ли Рабиуда Оливии этот ответ, согласился ли с ним? Давайте посмотрим теперь, что он сам, как он сам отвечает на этот вопрос, устами еврейского ученого, который отвечает удивленному и раздосаданному хазарскому царю, который ждал, что религиозный человек будет говорить о вере в Творца, а тут разговор идет о ком-то, кто кого-то откуда-то куда-то привел. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Во-первых, ты говоришь о религии. Мы вообще-то не совсем религия или даже совсем не религия, но, по крайней мере, религия, про которую ты говоришь, она открыта, она основана на разуме и логических рассуждениях, а потому открыта сомнения, спроси философов, мне не веришь, так спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению, ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях, чего эта религия требует от человека, что, ну хорошо, есть Бог, ну а дальше что, что из этого следует, и сколько людей, столько мнений. Все, что у них есть, это только мнения, часть из которых можно обосновать, а другие же вообще лишь только, то есть обосновать их нельзя, они только удовлетворяют разум, а третьи вообще этого его не удовлетворяют, а уж тем более их нельзя доказать. То есть, если бы, поскольку речь идет о религии, которая основана на разуме, на логике человека, то здесь мы сталкиваемся с определенной проблемой. Если бы речь шла о том, что есть в материальном мире, так там при помощи разума человек может прийти к знанию объективному, которая не зависит от мнений людей, от их мировоззрений, от их склада характера, от их происхождения и так далее, возраста и тому подобное. Потому что там, в конечном итоге, если кто-то высказывает какое-то соображение, то, если соображение это претендует на научность, оно должно дать возможность прогнозировать какой-то опыт, если то, что я говорю верно, то должно получиться при таких-то условиях так-то и так-то. Получается подтверждено, не получается, не подтверждено, значит, научной истины не стало. Поэтому там есть объективные знания, не мнения, а знания, факты там есть, чего в вопросах, касающихся религии, не может быть, потому что там мы не говорим о том, что есть в материальном мире, а о том, почему, для чего, и о том, не о том, что есть, а о том, что должно быть. А там, кроме разума, кроме того, что называется common sense, то есть здравого смысла, там ничего нет. Соответственно, здравый смысл у разных людей работает по-разному. И поэтому у разных людей есть только на эту тему мнение. Доказать же невозможно. Невозможно привести доказательства о сотворении мира, неопровержимые доказательства о существовании Творца. Все это только можно приводить в аргументы, которые более-менее логичны. Как пишет здесь Кузари, у них есть только мнение, часть из которых можно обосновать, то есть можно привести логичные аргументы. Другие же, нет уже таких, но они удовлетворяют разум. То есть, когда человек это слышит, ему это кажется, да, логично. А третьи даже это чувствуют, когда это слышат, что просто это чушь. Потому что, тем более, ничего нельзя доказать. Так мы совсем про другое говорим. У нас религия, или если можно так сказать религия, у нас все основывается на другом. У нас все основывается на конкретных исторических событиях, которые были и о которых мы сохранили непрерывную традицию. Поэтому, еще до того, как Всевышним явился евреем на Осинае, уже один раз было такое, когда Моше говорил с фараоном. Именно так я тебе ответил на твой вопрос. Когда ты спросил, в кого я верю, я сказал, я верю в того, кто вывел евреев из Египта. Это конкретное историческое событие. Это не идея. Это не заключение разума. Он не сказал, Бог, который сотворил мир, послал меня к тебе. Он сказал, Бог евреев послал меня к тебе. То есть, Бог Авраама, Ицхака и Якова, которых повсеместно было известно. Египтяне были с ними знакомы. Что Дух Божий общался с ними, руководил ими и творил ради них чудеса. То, что вокруг Авраама и вокруг Якова творились чудеса. Египтяне это знали. Моше не сказал фараону, Бог неба и земли. Или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя. А если ты будешь меня злодить, он тебя еще сейчас испепелит, потому что он тебя... Это он не сказал. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. То есть, когда Моше говорил с фараоном, он объяснил ему, что его послал тот, кто проявил себя в конкретных исторических событиях, известных тебе, как египтянину. Точно так же, и вот тут мы приходим к нашему вопросу о Синае, точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из Египта. Он не сказал, я творец мира и ваш творец. Так и я с тобой говорил, Хазарский царь, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. То есть, чудеса исхода из Египта, как конкретные исторические события, которые люди сами видели своими глазами. А в дальнейшем они рассказывают об этом своим сыновьям. Вот эти чудеса и представляют собой основу веры. То есть, для нас вера – это то, что мы получаем по традиции от отцов и от учителей, которые получили это по традиции. И так эта цепочка доходит до конкретных очевидцев этого события. Ни разум, ни наука, ни познание лежат в основе веры, а конкретные проявления, когда Всевышний проявил себя. Таким образом, эти чудеса – это не замена, как представляет это Ибнезра, что чудеса – это ирзац веры для чайников. Вера для людей, образованных и знающих, она проходит через разум, через научное постижение. А вера для простых людей, для чайников, они, по крайней мере, чудеса были. Чудеса, как было в Египте, превратить воду в кровь, рассечь в море. Человек может, не может, значит, это свыше. Это для простых людей. Ибнезра говорит с точностью до наоборот. Всё наоборот. Идеал веры, вера, идеальная та, на которой строится еврейский народ, – это вера, которая построена не на разуме, ибо эта вера, она открыта сомнением. А вера должна быть без сомнений, она должна быть на все сто. И эта вера основана на конкретных событиях, в которых Всевышний себя явил. Вот только после того, как есть уже вера, основанная на конкретных событиях, на этих чудесах, только после этого придёт разум для того, чтобы начать это осмысливать. Значит, если совершается такое чудо, и понятно, что человек или кто бы то ни было в этом мире не мог его совершить, значит, его совершил тот, кто этот мир создал. Значит, он создал мир, это значит, что он создал материю, это значит, что он создал время, это значит, что сам он нематериальный, сам он вне материи, вне пространства, вне времени, значит, он безграничен, значит, он абсолютно… Дальше уже идёт вся-вся философия, которая приходит только осмысливать то, что было постигнуто откровением, конкретными проявлениями, но не наоборот. Кузари согласится, что человек, который родился в такой среде, в которой мама с папой ему не объяснили и ничего не рассказали про исход из Египта, то у него другого пути просто нет, кроме как начать своей головой думать и пытаться найти истину, и таким образом приходить, как Авраам пришёл. Авраам тоже дошёл до веры в Бога своим умом, но это только ситуация, что называется, бедяваду, бушататхак. Это решение в стеснённых обстоятельствах, но не идеально. Идеально вера строится именно на традиции отцов, а она идёт от Синая. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которые равносильно опыту очевидцев. Мы на Синая не было совершенно верно, но вот эта вот непрерывная преемственность поколений, когда передаётся эта информация от отца к сыну, от учителя к ученику, она для нас равносильно опыту очевидцев. Таким образом, взгляды на веру у Ибнезра и его друга Рабиуда Оливия, они прямо противоположны. Нужно только добавить ещё одну вещь. Не только что нельзя сказать, что вера еврейского народа – это вера в Создателя мира, потому что творение мира, создание мира, мы можем прийти к пониманию того, что самое лучшее объяснение существующего мира – это то, что кто-то его создал для определённой цели. Но свидетельства о создании мира у нас нет, никто не присутствовал при этом. А вот свидетельства о исторических событиях исхода из Египта, они у нас есть, на них строится наша вера, а не на сотворение мира. Поэтому и Тора нигде не называет Всевышнего Творцом. Нету этого нигде. Это люди потом уже дали ему этот эпитет, что он назвал Всевышнего Творцом, а Тора нигде об этом не говорит. Прибавим только ещё одну вещь, которую говорит здесь Кузари, что такая вера, она обязывает. То есть, сам факт того, что исходы из Египта, он обязывает нас по отношению к Творцу, у нас возникают обязанности. А вера в Творца мира, она ещё ни к чему не обязывает. Ну, хорошо, Бог сотворил мир, ну и что? Ну, что, может быть, а чему надо молиться? Чему не надо молиться? Что он не знает лучше меня то, что мне нужно? На самом деле из того, что Бог сотворил мир, ничего ещё не следует. Ничто человека, сам тот факт, человек, который решил, что мир сотворён, и потому он уверовал в Творца мира, это его ещё ни к чему не обязывает. Он может строить себе определённые какие-то образы жизни и так далее, но это плод его уже фантазии. Ну, нельзя сказать, что факт веры в сотворение мира к чему-то обязывает. А исходность каким-то обязывает и ещё как-то. Хорошо, можем мы перейти к следующей теме. Мы закончили первый стих из десятисловия, и с Божьей помощью переходим к следующей. Ло-и-э-ле-ха-и-ли-ма-ри-ма-ль-па-на-и. Трудно перевести этот стих, получается приблизительно следующее. «Пусть у тебя не будет других богов, кроме меня». Что значит, не будет у тебя других богов? Что значит, есть другие боги? Это наш бог, а это не наш бог, это другой, неправильный бог. Это же нонсенс. Как же понять это? Квитраши, лу-и-ма-х-и-ли-м, других богов, понимать это нужно так. Они, конечно, не боги, но другие сделали их богами над собой. То есть, слово «другие» – это не значит, есть наш бог, а есть ещё и другие боги, нехорошие и плохие, неправильные боги. Имеется в виду другое. Имеется в виду, что есть другие, т.е. люди, которые превратили какие-то идеи или какие-то вещи, какие-то предметы, превратили их в божество для себя. И немыслимо истолковать это, как другие боги, кроме меня. Это потому, что называть идолов богами, упоминая их рядом с Всевышним, это просто кощунство. Ни в коем случае. Это одно объяснение слова «елу-и-ма-х-и-ли-м». И это другое объяснение в Раше, второе, которое он приводит. Что слово «ах-и-ли-м» означает не «другие», а «чужие». То есть, слово это допускает понимание как «чужие». Иными словами, это те, которые остаются чужими для тех, кто им поклоняется. Люди, которые поклоняются различным идолам или своим фантазиям, или своим идеям. Они же обращаются к ним с просьбами. Они же к ним обращают молитвы, они же им приносят жертвы и ждут, что это божество их спасет. Что оно им, поскольку по определенным причинам ответить-то им не может. Как чужое оно им. Молятся им, а те не отвечают. Словно, человек незнакомый с попротившимися к нему. Точно так же, как поди к чужому человеку и попроси у него что-то, он только плечами прожмет и ничего тебе не даст. Так и это божество, созданное руками или разумом человека, оно ему чужое. Это, как говорили наши мудрецы, авода-зара. Это чужое служение. Не только потому, что чужие люди, не евреи служат этому. Оно чужое прежде всего потому, что для того, кто сам служит, остается в мире чужность. То есть, тот, которому служит, остается ему чужим. Харамбан, исследуя этот запрет, запрет авода-зара. Мне очень не хочется использовать здесь слово «идолопоклонство», потому что на самом деле это вовсе не означает… А вот запрет, который высказано здесь, это необязательное поклонение идолам. Есть самые разные формы. Авода-зара – самые разные формы нарушения этого запрета и требования единства Бога, о которых очень подробно говорит здесь Рамба. Может быть, почитаем. Только узкая, небольшая часть всех возможных языческих религий, там действительно есть поклонение идолам. Но для того, чтобы быть язычником, вовсе не обязательно поклоняться идолам. Итак, Рамбан. Здесь повелевается, чтобы рядом с Богом у нас не было Илюим Ахирим, иных богов. Ну, эта фраза, как и Раши, безусловно, Рамбану очень мешает. Что значит других богов? Имеется в виду из высших ангелов, из всего небесного воинства. Ведь такие-то ангелы, они называются тем же самым словом – богами. Илюим, как сказано. Азувеях ли Илюим я харам билти эля шем левадо. То есть, тот, кто приносит жертвы ангелам или каким-то другим силам высшего мира, он должен быть истреблён, потому что служить следует только одному Всевышнему. Значит, само слово «элюгинь» происходит, его корень буквы «алев» и «ламет», это, в принципе, означает «сила». А во множественном числе это силы, средоточие сил. Так вот, этим словом обозначаются в языке Торы, не только Всевышний. Обозначаются им ещё и ангелы, служители из высших-высших миров. Этим словом называются и судьи, совсем уже из нашего физического мира. Так вот, то, что сказано здесь, что имеется в виду, говорит Рамбан, здесь поклонение ангелам высшего небесного воинства, ведь ангелы тоже называются этим словом, Илюим, как сказано. И привёл стих, который мы уже процитировали. Тот, кто приносит жертвы ангелам, должен быть истреблён помимо, ибо служить следует только Всевышний. И вот этот вот запрет полагаться на одно из этих высших существ, то есть служить ему, принимать его в качестве высшей силы, говоря ему «ты мой Бог». Вот здесь я хочу упомянуть о том, что Торы говорится о разных видах идолпоклонств. Как минимум три их насчитывает Рамбан. Идолпоклонство снова, имеется в виду, не хотят мне упоминать это название Аводазара. Язычество Аводазара. В древности люди начали поклоняться. И здесь он приводит то, что говорят наши мудрецы, это приводится и в законах об язычестве у Аводазара Рамбана, что процесс был такой. Поначалу каким образом вообще возникают какие-то религии, каким образом человечество, которое происходит от Адама, тот, кто общался непосредственно со Всевышним, каким образом вдруг человечество теряет веру во Всевышнего и начинается поклонение кому-то другому. В древности люди начали поклоняться духовным и разумным творениям, ведь в виду ангелам, поскольку они считали, что ангелы обладают некоторой властью над народом. И об этом сказано «ангел-покровитель Персидского царства», «ангел-покровитель Греции». Добавим ещё несколько слов. Рамбама, т.е. мыслительный процесс был такой. Всевышний управляет миром, и нам понятно, что понятия физического мира, они только отражают понятия высшего мира. Есть понятие управления и целая наука об управлении в нашем мире. Не может быть, что управление в нашем мире абсолютно оторвано от управления высшего мира. Т.е. принципы должны быть те же самые. Каждый из нас хорошо понимает, что для того, чтобы управлять, кого называют хорошим начальником, того, кто умеет построить систему, в которой люди будут работать, и ему не нужно будет вмешиваться в каждую мелкую деталь. Он ставит, он передаёт свои, делегирует, как на сегодня говорят, полномочия другим людям, подыскивает подходящих людей, и они уже занимаются более конкретными деталями, а он осуществляет общее управление над ними. Скорее всего, так же, считали люди, построено управление всевышним. Разве он занимается конкретными делами и вопросами, как прорвавшая канализация на третьем этаже дом номер 15 по улице такой-то? Занимается ли он тем, что мне моей зарплаты не хватает в месяц, у меня есть дефицит, и то, что у моего ребёнка сыпь, и то, что... Скорее всего, есть целое строение ангелов-служителей, через которых происходит это управление. Если у меня, если я возвращусь к тому, с чего начал, если у меня действительно есть проблема, скажем, что на нашей улице прорвало канализацию, кому мне нужно обращаться? К мэру города? Конечно, нет, если я попрошусь к нему на приём, у меня просто на какую тему, скажу, канализацию на улице прорвало, он скажет, извините, но есть отдел, который этим занимается, почему сразу к мэру? Если нужно по инстанции обращаться, то же самое, наверное, здесь. Нужно обращаться к ангелам, через которых происходит управление мину. Когда обращаются к чиновнику, то сразу возникает вопрос, а можно ли вы чем-нибудь задобрить этого чиновника? Кому-то можно задобрить улыбкой, кого-то за душевные беседы, кому-то нужно борзыми щенками, ещё какими-то подарками и так далее. Точно так же здесь ангелу что-нибудь можно дать, может быть, жертву какую-нибудь принести, телёнка, барашка, ягнёнка, и чёрт у него. Так постепенно, постепенно в сознаниях людей возникла мысль о том, что необходимо служить вот этим самым ангелам. И не только что есть ангелы, разные, у каждого, точно так же, как у каждого чиновника, есть его сфера предложения. Один заведует тем, другой заведует этим, другой здесь должно быть. Но кроме этого было понятно, что ещё в управлении судьбами народов есть понятие сархаума, т.е. такой ангел-покровитель какого-то народа, который прежде всего отражает его национальный характер, и через него воздействие Всевышнего приходит к этому народу. Это то, что имеют здесь в виду Рамбан, ангелы-покровители персидского царства, греческого царства, как они упомянуты в книге Даниэля. Люди думали, что такой вот ангел-покровитель способен творить добро и зло, и каждый народ служил своему ангелу-покровителю. Так возникли ангелы-покровители у каждого народа. Т.е. здесь была ошибочная мысль о том, что эти ангелы-покровители, у них есть собственная власть, ограниченная, но собственная власть над их народами, она существует, и от них зависит, кому дать благо, кому не дать благо. Люди не понимали, что на самом деле все эти ангелы – это только проводящие системы, через которые Всевышний производит управление миром до самых-самых-самых мелких и мельчайших деталей. Вот в этом была ошибка. Но все же эти служители, иных богов признавали, что высшая сила и верховная власть принадлежит Всевышнему. Т.е. человек, который идет на поклон чиновнику в отделе, занимающемся канализацией, он же не отрицает, что есть наверху мэр города. Конечно, есть, только он сидит далеко, высоко, а у меня на улице море разливанное. Поэтому я иду с подарком к этому начальнику. Но я знаю, что есть высший начальник. И согласно утверждению наших наставников, действительно, эти идолпоклонники называли Творца Владыка Владыка. Почему мне не нравится слово «идолпоклонник»? Здесь же не речь идет о поклонении идолам. Да никаких идолов здесь нет. Поклонение ангелам, ангелам-покровителям. Именно по поводу этого вида Абудазара в Туре сказано, что тот, кто то есть тот, кто приносит жертвы ангелам-покровителям, а не богу, он должен быть истреблен. Смертная кальция это полагается. Это первый вид идолпоклонства. Служение ангелам в высшем силе. Второй вид идолпоклонства – это служение уже видимому небесному воинству. Спустилось это еще на ступеньку. Если раньше служат духовным силам, проводникам, ангелам, теперь уже речь идет о служении небесному воинству. Люди стали поклоняться Солнцу или Луне, или одному из созвездий. Каждый из народов знал, какое влияние оказывает то или иное созвездие. Одна из самых первых наук, которая развилась в древнем мире, астрономия, астрология, влияние звезд. И каждого над человеком, есть у человека своя звезда, есть у города своя звезда, есть у народа его звезда, и она-то влияет. И они полагали, что своим служением они увеличат силу благоприятную для них звезды, извлекут из этого выгоду. То есть, всегда во всех этих идеях в конечном итоге идея была, каким образом себе извлечь выгоду. Ангелу нужно служить, потому что если ему служить, то перепадет кусочек, он на нас позаботится, он на нас будет беспокоиться. Со звездой тоже. Если эта звезда покровительница, то чем больше мы ей служим, тем мы ей прибавляем силу. Прибавляя силу, мы получаем себе от нее благо. И об этом именно Тора говорит. Смотрите, чтобы, взглянув на небо, увидев солнце и луну и звезды, и все воинство небесное, чтобы ты не соблазнился и не поклонился им, служить тому, что создал Бог твой для всех остальных народов под небесами. И вот эти люди стали изготовлять многочисленные скульптурные изображения. Вот здесь вот появились идолы. Почему? Потому что звезда-то она высоко и далеко, а человеку хочется, есть у него желание иметь какое-нибудь материальное воплощение, что-нибудь, что, по крайней мере, символизирует ту далекую высокую силу, которой он хочет поклоняться. И Луна, или Сириус, или еще какая-нибудь звезда, они далеко. А вот если сделать здесь что-нибудь, что будет, какую-нибудь скульптуру или еще что-нибудь, пусть даже что-нибудь абстрактное даже, что будет символизировать то божество или ту звезду, с которой мы им делали, вот это появилось уже на этой второй стадии. Жрецы делали из туканов формы созвездий, имевших над ними власть, и распространяли эти изваяния среди народа. Ну, парнозы здесь тоже появились, если уже есть возможность делать изображения. Всегда найдутся люди, которые на этом заработают, так как в соответствии с их пониманием такие изображения добавляли силу и способствовали успеху. Мне представляется, что подобное служение началось в поколении рассеяния. И вот у всех этих групп, первые пока что две группы, были свои лжепророки, которые предсказывали им будущее и с помощью магии волхвования угадывали некоторые предстоящие события. Понятно, люди же не дураки, если они думают, что если мы будем служить Луне, то у нас будет большая удача в области бизнеса и видят, что бизнес у них совсем-совсем не идёт. В какой-то момент перестанут решать, наверное, Луна – это не совсем верное вложение, надо бы поискать себе какого-нибудь другого покровителя. Но всегда были люди, оккультных наук, мастера, которые при помощи магии чёрной и белой, чародейства, волшебства и ещё чего-нибудь время от времени им удавалось добиться успеха и дать людям ощущение, что действительно есть покровительство, и им сопутствует успех. «Ведь у каждого из созвездий тоже был свой ангел-покровитель, пребывающий в небесных высях и подобно ангелам, знающий будущее». Так, то есть, на самом деле, получилось так, у человека есть изображение, не изображение уже он служит, конечно, нет, изображение оно только символизирует, что символизирует какое-то созвездие. А созвездие что? Ага, над созвездием есть ещё ангел-покровитель этого созвездия, цепочка, где-то там, 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 наверху есть, ну, уже нерелевантный, к нему уже не обращаются. Вот к этому виду злопоклонства относятся и те, которые поклонялись выдающимся людям. Это следующая форма, которая очень ярко наблюдается прежде всего в Египте, в которой фараон – божество. Когда жители… Вопрос, как может человек поклоняться такому же, как он человеку, у которого голова, две руки, две ноги, и почему-то, что он божество. А люди не такие глупые, на самом деле. Имеется в виду вот что. Когда жители какой-либо страны видели, что один из них обладает огромной властью. Человек, который совершает просто, называется, метеорное восхождение, взлетает к самым высоким этажам власти. Совершенно ненормальный успех. Он людей обвораживал. И тогда люди говорили так. У этого человека есть же звезда покровителя. У каждого человека есть звезда. Гори, гори, моя звезда. А если этот человек совершает такой фантастический взлет, значит, звезда, которая ему покровительствует, она сейчас в фаворе. Значит, если мы будем поклоняться, служить этому человеку и почитать его, то мы тем самым как бы берем Трэмп, мы, хватаясь за Фалда и его Суртука, мы вместе с ним взлетаем. Он на взлёте. Почему? Потому что его звезда на взлёте. А если мы вместе с ним, то и мы будем на взлёте. И нам перепадёт кусочек. Вот почему люди, например, поклонялись, кланились Аману. Кто такой был Аман? В прошлом парикмахер. Бродобрей. Из грязи в князи. Но какой взлёт невероятный. За очень короткое время превратился из парикмахера в богатейшего человека, в царедворца номер один. Это люди обвражило. Явно, что божество, которому он служит, которое ему покровительствует, оно фаворит. Вот люди ему и кланяются. И поэтому наши мудрецы усмотрели, что в поклонении здесь есть элементы этого поклонства. Ибо люди, кланяясь Аману, не бывшему парикмахеру они кланяются. Они кланяются божеству, которое покровительствует Аману. Вот почему Мардыхай не хотел ни в коем случае ему кланяться, если бы был вопрос просто подчинения властям законопослушной и властелюбивой. Также было с царём Вавилоном Набухаднецером, который в кратчайший срок сумел организовать самую крупную державу во всей истории. Они струмились служить и поклоняться ему, чтобы их звезда поднялась вместе с его звездой. И он также считал, что своей верой и поклонением, ну а как эти самые люди относились к тому, что люди перед ними падают ниц, очень даже положили, ну почему? Потому что он верил, что чем больше у него поклонников, тем на самом деле он же тоже верил в свою звезду, которая ведёт его за собой, которая приводит его на вершины власти. И здесь он считал, что чем больше у него поклонников, тем обратной связью звезда его будет набирать ещё больше мощи и больше власти и подтянет его ещё вверх. Такова была вера фараона, как об этом повествуют наши мудрецы. Фараон известного, который выдавал себя за божество, он был отцом Нила, он его породил, и отсюда все эти смешные детали по поводу того, что ему приходилось скрывать, что он простой человек, и ничто человеческое ему не чуждо, и естественные надобности ему нужно было справлять так, чтобы никто об этом не знал. Третий вид был поклонства, говорит Рамбан, когда люди стали поклоняться уже демонам, духам всяким, лешим, домовым. Как известно знатокам чёрной магии, как можно заключить из высказываний наших мудрецов, этих духов тоже есть поставленные над отдельными народами и обитателями отдельных стран, т.е. эти самые духи, они не только лешие и домовые, они заведуют иногда даже целыми религионами, большими целыми странами или целыми народами. И вот это уже совсем низкое долбоклонство, которое просто может… Это уж когда человек поклоняется ангелам, покровителям. Это нельзя, это страшный грех, но хоть как-то понятно. Но здесь жертву приносили бесам, Писание просто смеётся, издевается над ними, над этими людьми, которые приносят жертву даже демонам, которых ничего до божественного нет, это просто… Это даже не ангелы, ангелы, их даже называют словом божество, элюим, они называются, а эти. Вот этим самым вторым из десяти лечений, подчёркиваю, не вторая заповедь, а второе из десяти лечений, прежде всего мы выясняли, что по поводу первого лечения это большой спор, а заповедь это вообще или нет, многие считают, что это не заповедь, стало быть, первая заповедь находится только во втором лечении. Так или иначе, в этом втором лечении Тора запретила любое абсолютное поклонение, кроме служения Богу, любое один из этих видов. И поэтому сначала Всевышний предостерёг, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Здесь имеется в виду служение первого вида, то есть под слово «богов» здесь имеется в виду ангелы-покровители. Он также предостерёг и в отношении изваяний и всяких изображений, которые намекают в своей форме на определённые духовные явления. И, как сказано будет в дальнейшем, не делая себе извояния и всякого изображения того, что на небе солнце, луны, планет, созвездия наверху, т.е. те, которые наверху выше солнца и планет, это уже ангелы-служители. Значит, ни ангелам-служителям, ни планетам, ни созвездием и ещё сказано, и того, что на земле внизу, и того, что ниже земли, всему этому тоже служить нельзя. Это подробное объяснение Рамбана о запрете служения кому бы то ни было, кроме Всевышнего. То есть то, о чём мы здесь говорим, это один из важнейших основ веры – единственность Бога. То, что Он абсолютно один. Один не значит, что Он один, и их не двое. Эта вещь куда более глубокая. Один – это означает прежде всего следующее. Один, только Он один объективно существует, не имея никакой причины своего существования и будучи совершенно безграничным, неограниченным ничем-ничем. Всё остальное существует ровно настолько, насколько Он хочет того, чтобы всё оно существовало. И нет никого и ничего, что существовало бы автономно, что имело бы своё собственное существование, не зависящее от Его воли. А Рамбхаль в Датвнот объясняет, что для того, чтобы объяснить правильно и понять вот этот вот запрет и понимание о единственности Бога, нужно чётко отгородиться от пяти очень распространённых среди людей заблуждений. Ну, первое заблуждение – это то, что мы прочитали здесь в Рамбане, когда люди поклонялись различным силам, при помощи которых Всевышний управляет миром, и заблуждение стоит в том, что эти силы никакой собственной силы-то они не имеют, ни ангелы, ни служители, ни покровители, линии ничего, только то, что Всевышний через них, а не только определённые колена, а не только определённые колёсики в машине управления, но не больше того, никакой собственной силы у них нет. Второе заблуждение, когда люди считали, что в самой яркой форме – это дуализм, у всего есть свой антипод, в мире происходит есть добро и есть зло, значит, есть два начала, есть доброе начало – это Бог, а есть зло и начало – сатана или ещё как-то. Есть некто, кто существует противоположно, борется с Богом, ну и мы своим служением должны давать силу доброму Богу, а не давать, не дай Бог, силу нехорошему, злому, плохому сатане, антибогу или ещё кому-нибудь. Это тоже в самой яркой форме этого в персидском дуализме, но даже такая современная религия, как христианство, и оно не очистилось от этого понятия, и там есть понятие сатаны, который вот там всё-нибудь не так делает, и Бог с ним борется. Это тоже абсолютно неправильное мировоззрение, заблуждение, от которого нужно остаться. Нет ничего и никого, кто противостоит Богу, кто может его в чём-то ограничить, кто может с ним бороться. Власть Всевышнего беспредельна и безгранична. Он один властвует всем. Ещё одно заблуждение, когда люди воспринимают это довольно широкое заблуждение среди людей, которые считают себя вполне верующими в Бога. Он знает, Бог создал мир, это всё, да, но в конкретной жизни они понимают, что в мире существуют непредложные законы, которым управляются. Либо это законы мироздания, или совершенно другой вариант. Судьба есть. Есть судьба, рок, и эта вещь непреложная. Это тоже заблуждение, потому что ничего, никаких объективно существующих законов нет. Законы существуют ровно настолько, насколько Всевышний им даёт возможность. То есть, управляет этот мир в соответствии, управляет этим миром в соответствии с законами. Почему? Потому что они объективны? Нет. Потому что он хочет управлять миром по этим законам. А если на какой-то момент не захочет, будет управлять вопреки этим законам. И такое было. Все чудеса исхода из Египта. Так они это и продемонстрировали, то, что Всевышний, когда хочется совершить какое-то событие, он не открывает учебник физики посмотреть, по какому сейчас закону термодинамики нужно устроить то или иное событие. Законы не объективны. И судьба человека тоже ровно настолько, насколько Всевышний даёт ему, но всё зависит только от воли Всевышнего. Ещё одно заблуждение – это то, что законы, не только физические, но и законные, духовные, которые Всевышний дал, они тоже непреложны, и таким образом можно Всевышнего заставить что-то сделать. И он вынужден что-то сделать. К примеру, раннее христианство основывалось на тезисе о том, что поскольку евреи – богоизбранный народ, конечно, но поскольку евреи согрешили, а грешники ужасны, то поэтому Богу ничего не оставалось, кроме как с ними расстаться и вместо них избрать кого-то другого. Это Новый Израиль, так называемый Новый Израиль, то есть в данном случае христианская церковь. То есть понимание о том, или как понимание современных людей, которые вот если сделать так, как сделать так, чтобы Бог привёл избавление, а вот нужно сделать так, прочитать такой-то стих, сделать такое-то действие, и вот тогда Бог будет вынужден, мы его заставим привести Машеха в мир и так далее, и так далее, и он никому ничего не должен, и он никому ничего не обязан, и никакие законы над ним не давлеют, и законы материальные, не только законы материального мира, но и законы, которые он дал, духовные законы, они тоже действуют ровно настолько, насколько он хочет, чтобы они действовали, а заставить его никоим образом ни к чему нельзя. Он абсолют, он ничем не ограничен, не ограничен и не подчиняется никаким законам. То, что он дал, и поэтому мы верим, мы верим в избавление. Почему? Потому что Всевышний, с одной стороны, никакие наши грехи не могут предотвратить этого избавления, сколько бы мы ни грешили, Всевышний, если захочет, то он избавит нас, несмотря на наши грехи, а с другой стороны, нельзя как бы загнать Всевышнего в угол и заставить его привести избавление, если он того не захочет. Это попросту ересь, это непонимание, что означает единственность Бога, это восприятие Бога как части этого мира, который должен подчиняться каким-то законам. Он ничему не подчиняется, он исключение из всех правил, он стоит над всеми законами, он создаёт законы, а не подчиняется. Спасибо.